Это положение на четвереньках коленно-кистевое мы, например, не можем использовать при односторонней ампутации бедра или при двухсторонней, но при парной ампутации голени это очень хорошее исходное положение для целого ряда упражнений. Для тренировки равновесия, баланса, силы мышц спины и поясницы необходимо встать на кисти и колени в правильное положение. Это прямые углы между руками, туловищем и ногами и ширина на ширине плеч или чуть шире и руки и колени находятся. И мы поднимаем противоположную руку и ногу до горизонтали и стараемся удержать равновесие. Хорошо. И поставили. То же самое с другой ноги пробуем делать. Хорошо. Поставили. Теперь мы усложняем задачу по тренировке равновесия. Поднимаем также руку и ногу противоположные. И под туловищем соединяем локоть и колено. Дотянулись. Пауза. Снова выпрямились и поставили в исходное положение. Везде делаем с паузами. С тем, чтобы делать это не за счет маха и рывка, а за счет силы мышц удержания равновесия. Эти упражнения повторяются с каждой стороны необходимое количество раз. Хорошо. Также для увеличения нагрузки мы можем использовать утяжелители. Это обычные манжетные утяжелители. И в данном случае нам необходимо увеличить нагрузку на ногу. Можно на ногу манжет. Подбор веса ведется индивидуально в зависимости от состояния здоровья пациента и его физических возможностей. И делаются те же упражнения. Можно усложнить и в руки добавить тоже манжеты вес. Но это все на усмотрение вас и вашего инструктора.